друзья всем привет в окопе на связи и это очередной разбор гонок в командном событии ну что друзья поехали первый этап на вилле мы используем спорт авто да на спорт авто немного сложнее чем на формуле но зато можно проехать гораздо дальше так как у формулы бензобак поменьше так самое главное запоминаем рельеф трассы где какой бугорок выступ это очень важно друзья и на спорт авто мы стараемся приземляться немного со склонением назад вот сейчас вы увидите вот вот так приблизительно только когда вы подлетаете вверх обращаю ваше внимание здесь очевидно что отклоняться назад не надо задействовать колес на ускоритель здесь мы высоко не подлетаем дабы мы видели куда мы приземляемся впереди будут таких небольших коварных два спуска с выступами вот первый и вот второй очень легко завалиться вперед а далее у нас следует коварный этап где у нас небольшой вроде бы подъем но если вы приземлитесь где-то на середину то у вас не хватит тяги говорится мощи чтобы забраться на него отлично так мы подъезжаем к самому сложному участку на этой трассе и мы должны рассчитать так чтобы у нас уже завершалась топливо и задействовали ускоритель дым плюс в паре с колесным ускорителем только так мы можем забраться наверх идеально двигаемся дальше вели на формуле здесь гораздо проще дать чем на спорт авто формула так не заваливается но на формуле как я ранее говорил меньше бензобак поэтому тут нужно стараться побыстрее проехать но даже если вы очень будете быстро ехать мы все равно не сможете так далеко проехать как на спорт авто сбиваем спойлер сбиваем передок это обязательно постарайтесь не убиться и такое бывало обязательно читайте подсказки которые пишу они вам реально помогут на формуле принцип приземления немного отличается чем на спорт авто нужно приземляться немного наоборот с наклоном вперед вот вот так то есть много наклоняться вперед ну и задействовать колесный ускоритель здесь я знаю уже два выступа этих трассу я выучил поэтому использовал крылья пролетел вперед потому что нужно побыстрее проходить вот о чем я говорил что заваливается формула назад и быстро набирается шкала этот коварный участок мы тоже знаем нужно приземляться перед подъемом а здесь мне немного повезло сильно пустил передок и чуть не завалился но в принципе и годный вариант можно еще наверно метров 10 добавить но особо погода это не сделает второй этап на втором этапе самое главное это приземляться с упп ну естественно правильные точки приземления выбирать сейчас вместе их разберем и так не допускаем взрыв двигателя ловим упп здесь приземляемся немного на заднее колесо и также стараемся потом не допускать взрыв двигателя тут мы не разгоняемся потому что также ловим здесь сразу упп и вот здесь очень серьезный момент нужно поймать и ускорение после взятия канистры и поймать упп а затем вот сделали первый взрыв двигателя это обязательно в том месте сделать взрыв двигателя здесь также нужно приземлиться на спуск чуть-чуть не долетел пару метров перед канистрой также ловим упп канистру монеты и второй взрыв два взрыва заметили да мы сделали именно в этих местах можно еще улучшить результат секунды на полторы на две двигаемся дальше третий этап в зависимости от того что вы использовали на первом этапе формулу или спорт авто мы выбираем здесь вариант вот здесь пробуем на спорт авто этап несложный главное не разбиться и подбирать все монеты как здесь притормозили собрали монеты получили ускорение здесь также аккуратно притормаживаем вот как подбираем монеты мы притормаживаем чтобы нырнуть и попасть идеально в туннель отлично спорт авто хорошо разгоняется поэтому успеваем тормозить потому что впереди плита и мы можем упиться в нее отлично ну и в дальнейшем все берем канистру получаем ускорение плюс монеты и летим к финишу ничего сложного на формуле этап в принципе не отличается от спорт авто только здесь мы практически не тормозим то есть газ в пол и собираем также монеты канистру все тоже самое тот же маршрут ничего не менее вот чуть-чуть притормозили чтобы в туннель попасть ну и все здесь мы в плиту не улетим хотя если можно поиграть немного с настройками то в принципе возможно и улучшить немного результат заключительный четвертый этап проходили мы уже его много раз и на снегоходе она лоурайдере по моему первый раз да мы это проходим поэтому он очень резкий нужно немного привыкнуть с первых попыток у вас может не получиться но не стоит отчаиваться все тоже самое практически все те же инструкции как мы раньше проходили на этом бревне мы притормаживаем а и самая важная деталь забыл сказать а на лоурайдере нужно обязательно выпускать колеса чтобы он был более подвижный то есть есть возможность выпускаем колеса иначе он садится и очень тяжело на нем ехать видели я опять выпустил колеса сейчас опять подпрыгну выпускать колеса зажать две педали но сделать прыжок для тех кто не знал то есть если есть возможность мы это делаем чтобы чтобы лоурайдер был более подвижный отлично и вот здесь также раз выпускаю опять колеса что впереди с бревна я мог хорошенько оттолкнуться вот с этого ну тут все очевидно прыжок канистре здесь такой сложный немного момент нужно постараться не убиться в потолок прыгнуть вот мы подпрыгнули и поднимаем сразу передок машины чтобы уберечь голову и затем за бревна мы падаем вниз ничего страшного и просто газуем здесь крылья нам помогают немного доехать и вот тут такой момент тоже интересный можно было бы постоять подождать и пока не включится дым ну пока топливо не закончится но я немного засуетился решил уже побыстрее поехать но в принципе я думаю с дымом и только пару метров сможем добавить друзья на этом все благодарю всех за внимание за уделенное время за ваш просмотр надеюсь мои подсказки вам хоть как-то помогут и ваш результат обязательно улучшится всем до новых встреч и пока всего хорошего хорошего